Своих участников выставили Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская, Томская и Иркутская области, а также Хакасия и Тува. В турнире принимают участие мальчики и девочки до 12 лет, а также юноши и девушки до 16. Соревнования, можно сказать, уже традиционные, они проводятся у нас не в первый год. Сегодня у нас ребята из девяти территорий собрались, регионов, около 300 человек. Это для нас, конечно, показатель, потому что с каждым годом число участников растет. Соответственно, можно сделать вывод, что соревнования проводятся должным образом и на уровне, который отвечает требованиям всероссийских соревнований. Я очень рад этому событию. Ну, во-первых, у нас очень хорошая материально-техническая база, отличный спортзал, который есть. Спортсмены его оценили, мы первый год уже проводим. Очень хорошее впечатление. Плюс хочу сказать дополнительно, что мы в этом году провели капитальный ремонт старого зала настольного тенниса, где тоже могут проходить игры, постели хорошее покрытие. Это основное. Ну и, конечно, есть очень плотное взаимодействие как с Федерацией настольного тенниса Республики Хакасия, так и с Федерацией настольного тенниса России, которые доверяют право проведения этих соревнований у нас в городе. Ловкость, выносливость и быстрая реакция – это те качества, которые будут демонстрировать спортсмены. В течение трех дней около теннисных столов встанут 300 спортсменов, а лучшие из них уже будут награждены почетными призами. Занимаюсь теннисом в седьмой год. Моя задача на этих соревнованиях – занять первое место, ну, либо получить опыт. На этих соревнованиях я бы хотела бы постараться занять первое место. Ну, это мои не первые соревнования, уже, наверное, сотые. Ездил в Белокуриху, в Калугу на чемпионат России и многие другие. Борьба будет нешуточной, уверены и тренеры, и сами участники. У всех ребят настрой боевой. Спортсмены с улыбкой говорят – его точно хватит на все соревновательные дни. Алина Яковлева, Арсений Симонов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова